Гражданство о гражданстве Если брать новейшую историю Российской Федерации, то это третий будет закон о гражданстве Российской Федерации, который вступит 26 октября 2023 года. А предшествовало ему два закона. Первый закон 1991 года о гражданстве Российской Федерации, который выполнил свою роль и был призван реализовать права тех людей, которые, к сожалению, после распада Советского Союза вынуждены были выезжать из бывших республик Советского Союза, приезжать в Российскую Федерацию. Естественно, нужен был механизм, который позволил бы в кратчайшие сроки приобрести гражданство данной категории лиц. В основном это были русскоязычные люди, которые в бытность Советского Союза или родители которых выезжали в республики и, соответственно, поднимали хозяйство, экономику данных республик. Но после распада Советского Союза остались неуделы. И за десятилетнюю историю действия данного закона гражданство было принято около трех миллионов человек. Надо отметить, что процедура приема гражданства, она называлась регистрация, была упрощенной, перечень документов был минимален, и каких-либо проблем в приобретении гражданства не существовало. При этом экзамен по русскому языку не сдавался, потому что, как мы понимаем, все выходцы из бывших республик прекрасно владели русским языком. В 2002 году данный закон выполнил свою роль, и, в общем-то, настала новая эпоха. Необходим был новый закон, и в 2002 году, с 1 июля, он вступил в силу. Конечно, это был уже совершенно новый закон, который, в общем-то, наверное, поделил на две категории иностранных граждан. В первую очередь, это соотечественники, которым также предоставлялись преференции в приобретении гражданства. И вторая категория — иностранцы, можно сказать, и дальнего зарубежья, которые приобретали гражданство в более сложных условиях. Необходимо было прожить пять лет на территории Российской Федерации, так называемый, был введен общий порядок приобретения гражданства. Но, тем не менее, количество приобретших гражданства за этот период, вот более чем 20 лет, значительное. Это где-то 6,8 миллионов человек. Но, в основном, безусловно, это также выходцы из бывших республик Советского Союза. И говорить о том, что категорийно как-то изменился состав приобретения гражданства, нельзя. В первую очередь, это граждане, которые владеют русским языком, выходцы из Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы. Это более половины всех граждан, которые приобрели гражданство Российской Федерации. За 20-летнюю историю действия закона 35 раз вносились изменения в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации. Самыми основными, такими основополагающими моментами, это, конечно, возможность приобретения гражданства участниками государственной программы, оказание содействия и переселение соотечественников из-за рубежа. Это наделение президента полномочиями определять в гуманитарных целях категорию лиц, которые могут приобрести гражданство в упрощенном порядке. И выходцы из Украины как раз воспользовались этим правом. Порядка 400 тысяч человек приобрели гражданство только в 2021 году. Это большие цифры. Но с учетом присоединения новых территорий к Российской Федерации, естественно, и определение нового порядка признания этой категории лиц гражданами Российской Федерации, количество желающих приобрести гражданство выходцев из Украины начало снижаться. И вот надо отметить, что закон выполнил свою цель в полной мере. Конечно, мы с вами понимаем, что с 2022 года это уже новый мир и, соответственно, новое мироустройство. Поэтому в первую очередь мы должны думать о безопасности государства. И начиная с 2021 года новый закон разрабатывался, принимался, и 26 октября он вступит в силу. Не могли бы вы все-таки немного поподробнее рассказать о том, какие инновации в регулировании Института Российского Гражданства содержат новый федеральный закон? Первое, с чего хотелось бы начать, это решен тот вопрос, который многие годы дискутировался. И он касается вопроса приобретения гражданства детьми, гражданства Российской Федерации, которые рождены в смешанных браках и которые проживают за рубежом. В нормах федерального закона о гражданстве необходимо было истребовать согласие второго родителя, который является иностранным гражданином. Это порождало правовую неопределенность, трагедии, когда один из супровых хотел, чтобы ребенок был гражданином Российской Федерации, второй не давал согласия. В новом законе эта проблема решена. Теперь согласие второго гражданина, являющегося иностранным гражданином, не нужно. То есть по заявлению гражданина Российской Федерации, ребенок приобретет гражданство Российской Федерации. Второе важное значение имеет возможность приобретения гражданства участниками государственной программы по оказанию содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Теперь они смогут приобрести гражданство без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Важной новеллой закона является расширение полномочий президента Российской Федерации. Теперь соискателями могут быть не только лица по гуманитарным основаниям, но и по иным основаниям, которые определит президент. И еще одно важное дополнение к новому закону – это требование знания не только русского языка, но и истории и законодательства. Согласитесь, что гражданин, получающий гражданство Российской Федерации, должен понимать, какое законодательство он должен соблюдать, и знать историю нашего государства. Очень важно, что в данном законе введено положение о паспорте гражданина Российской Федерации и признание его недействительным. Это тоже велась большая дискуссия о том, каким образом мы определяем недействительность паспорта, как мы изымаем этот паспорт. Вот теперь все эти процедуры прописаны в федеральном законе о гражданстве. И мы надеемся, что вот теперь этот вопрос разрешен. Еще хотелось бы остановиться на одном моменте. Согласно федеральному закону, некоторые категории утратили право на упрощенное приобретение российского гражданства, например, за инвестиционную или предпринимательскую деятельность, если заискатель состоял в браке с российским гражданином, или имеет гражданство Украины, Белоруссии, Молдавии или Казахстана. Почему было принято такое решение? Ну, начнем по порядку. Что касается инвесторов и предпринимателей. Действительно, эта норма была введена, но она не получила какого-то большого распространения. Единичные случаи, единичные граждане воспользовались данной нормой, поэтому, ну, скажем так, она не актуальна. Существуют различные другие процедуры, по которым эти же люди, эти же иностранные граждане смогут приобрести гражданство Российской Федерации. Что касается браков и установления отцовства. Вы знаете, вот когда вводилась эта норма о федеральном законе о гражданстве, в 62-м, мы, конечно, думали о семье, о воссоединении семьи, но на практике получилось так, что недобросовестные иностранные граждане пытались через данную процедуру легализоваться на территории Российской Федерации, и мы получили такое явление, как фиктивные браки, фиктивное установление отцовства, даже это имело место быть. И поэтому мы понимаем о том, что если иностранный гражданин хочет приобрести гражданство Российской Федерации, то по новому закону, по новой норме, прожив пять лет, он сможет это сделать. Если он состоит в браке, и в браке родились дети, то это является основанием для упрощенного приобретения гражданства. Конечно, не всегда рождаются дети в браках, мы тоже дискутировали на эту тему, но тем не менее, если есть огромное желание приобрести, по прошествии пяти лет иностранный гражданин сможет стать гражданином Российской Федерации. То есть семейные отношения и вопросы приобретения гражданства, согласитесь, это несколько разная природа, поэтому мы решили пойти таким путем. Что касается особой категории граждан Казахстана, Молдовы, Украины и Белоруссии, действительно, в 62-м федеральном законе о гражданстве Российской Федерации была специально введена эта норма для того, чтобы предоставить преференции гражданам данных государств, при этом граждане этих государств не сдавали, не подтверждали знания русского языка, потому что мы понимаем, что действительно в этих государствах люди разговаривают на русском языке, его прекрасно знают. И это не значит, что мы отошли от принципа предоставления в упрощенном порядке данной категории лиц гражданства Российской Федерации. Это будет реализовано путем указа президента, в соответствии с нормами нового закона. Президент наделен полномочиями не только в гуманитарных целях предоставлять гражданство отдельным категориям лиц, но и по другим основаниям это дает возможность гибкого применения законодательства и более быстрого реагирования на изменение ситуации. Еще вместе с федеральным законом от 31 мая 2002 года утратить силу и изданные в его развитии указы президента, в том числе предусматривающие возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке участниками специальной военной операции. Планируется ли подготовка взамен им каких-либо актов? Безусловно, и эта категория сохранит те преференции, которые были заложены в 62-м федеральном законе о гражданстве Российской Федерации путем издания соответствующего указа президента. Еще многих беспокоит вопрос, который касается сроков осмотрения заявления о приобретении гражданства. Они изменены в новом федеральном законе или все-таки остались прежними? Во-первых, надо отметить, что ранее в действующем законе срок рассмотрения заявления был 6 месяцев. Потом мы ввели изменения, сократили его до 3 месяцев, но за исключением одной нормы. По общему порядку приобретения гражданства, то есть когда иностранному гражданину необходимо прожить 5 лет на территории Российской Федерации, этот срок составлял 1 год и рассматривался правами президента Российской Федерации. В новом законе упрощена эта процедура и общий порядок отдан на откуп территориальным органам Министерства внутренних дел. Теперь мы будем рассматривать заявление данной категории иностранных граждан. И срок рассмотрения также будет 3 месяца. Поэтому надо сказать, что опять-таки мы пошли на сокращение сроков. Общий срок теперь 3 месяца. Для разъяснения этого вопроса хотелось бы опять обратиться сначала к 62-му федеральному закону о гражданстве Российской Федерации и рассказать предысторию, напомнить. Во-первых, обязанность о подаче заявления о наличии второго гражданства существует с 2014 года, и две категории были определены. Первая – это те, кто приобрел гражданство до вступления этой нормы, у них была обязанность в течение 60 дней подать эти уведомления. И вторая категория касается лиц, которые приобретают гражданство иного государства, будучи гражданином Российской Федерации. Обязанность для такого гражданина составляет 60 дней с момента приобретения гражданства и въезда на территорию Российской Федерации. В новом законе эта обязанность сохранена, но расширены отдельные возможности для подачи. Остается тот же срок – 60 дней с момента получения иного гражданства для гражданина Российской Федерации обязанность подать уведомления в территориальный орган Министерства внутренних дел существует после въезда на территорию Российской Федерации. Если он проживает за рубежом – это право для гражданина, если он проживает на территории Российской Федерации – это обязанность. Я хочу напомнить, что за несвоевременные уведомления о наличии иного гражданства наступает административная ответственность. Конечно, штраф небольшой – от 500 до 1000 рублей, но тем не менее он присутствует. А вот если гражданин Российской Федерации вообще не подал уведомления о наличии гражданства, и мы это выявили, то здесь уже речь идет об уголовной ответственности, и, соответственно, можно будет уплатить штраф до 200 тысяч рублей, либо иной доход в течение года, который получил гражданин Российской Федерации, либо до 400 обязательных часов работы. Поэтому это очень важное напоминание, обязанности это сохраняется. А что изменилось в порядке подачи уведомлений? Предполагается ли использование современных технологий в этом вопросе? Да, действительно, мы расширили возможности подачи уведомлений. Теперь это можно сделать через единый портал Госуслуг. Также это можно сделать за рубежом в нашем консульском представительстве Министерстве иностранных дел, но маленькое уточнение, через почту теперь уведомление не отправляется. Либо в территориальные органы Министерства внутренних дел также можно направить уведомление. Еще сейчас много обсуждается вопрос расширения перечня оснований, по которым будет прекращено гражданство Российской Федерации, насколько эта мера была необходима? Безусловно, это очень важный вопрос, и он связан прежде всего с безопасностью государства. Нам очень важно, кто становится гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации, который приобрел гражданство, обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. Я напомню, что он приносит присягу при приобретении гражданства. Именно с этого момента он становится гражданином Российской Федерации. Если говорить о расширении перечня оснований прекращения гражданства. Во-первых, изменилась конструкция. Если в 62-м федеральном законе о гражданстве РФ речь шла об отмене решения о приобретении гражданства, то в новом законе речь идет о прекращении гражданства РФ с даты вынесения этого решения о прекращении. Это, может быть, сложно звучит, но на самом деле это специальная конструкция была заложена в новом законе для того, чтобы сохранить права гражданина вот в период нахождения его в гражданстве РФ. Теперь все-таки о расширении перечня прекращения гражданства. Но, к сожалению, мы фиксировали факты совершения преступлений террористического характера и против общественной безопасности теми лицами, которые приобрели гражданство РФ. И согласитесь, если лицо становится на такой путь, совершает террористическое деяние, экстремистскую деятельность, то, наверное, он не вправе быть гражданином РФ. РФ перечень составов преступлений расширен. Это 201 состав преступлений, в соответствии с которым или совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Кроме того, остается основанием для прекращения гражданства сообщение ложных сведений, поддельных документов при подаче заявления о приобретении гражданства. Но здесь установлен законодательный пресекательный срок – 10 лет. Если для совершения преступлений такого пресекательного срока нет, то здесь законодатель мягко отнесся к таким деяниям. Если будет установлено по истечении 10 лет данные основания, то есть ложные сведения, то прекращаться гражданство не будет. А планируется ли совершенствовать государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом? Да, действительно, мы работаем сейчас над указом президента Российской Федерации по внесению изменений в государственную программу по оказанию содействия переселения соотечественникам из-за рубежа. И это прежде всего касается введения нового института – репатриации. Что такое репатриант? Естественно, это человек, который очень близок ментально к нашему обществу, который владеет русским языком. И мы предполагаем, что как раз эти лица, под репатриантами мы будем понимать тех лиц, которые родились на территории Российской Федерации в сегодняшних ее границах. Воспользоваться смогут переездом в Российскую Федерацию все лица указанной категории. При этом они смогут выбрать любой субъект и согласовываться с субъектом это переселение не будет. В отличие от полного набора участника государственной программы, который переезжает с учетом региональной программы в тот или иной субъект. Но меры социальной поддержки репатриантам также будут оказаны. Субтитры создавал DimaTorzok